Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Несмотря на явный проигрыш и череду поражений в судах, остающийся пока еще президентом США Трамп категорически не желает успокаиваться. На днях он назвал условия, при котором фактически победитель президентских выборов Джо Байден сможет занять Белый дом, о чем написал в своем Твиттер. По мнению Трампа, Байдену еще предстоит доказать законность того, что за него были отданы именно 80 миллионов голосов. Байден сможет войти в Белый дом как президент только в том случае, если сможет доказать, что его смешные 80 миллионов голосов не были получены мошенническим путем или незаконно. «Когда вы видите, что случилось в Детройте, Антланте, Филадельфии и Милуоке, массовые фальсификации выборов, у него есть большая нерешаемая проблема», — написал Трамп в Твиттер. Он также призвал коллегию выборщиков, которая 14 декабря должна поставить точку в голосовании, не совершать ошибок. Однако поражение Трампа признали уже и его соратники. Отказаться от бессмысленной борьбы за второй президентский срок его призывают сотрудники администрации, сенаторы и конгрессмены от республиканской партии, а администрация даже объявила о готовности начать процедуру передачи полномочий Джо Байдену. Также стоит отметить, что сегодня избранный президент США Байден заявил о своем намерении создать команду по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты должны занимать женщины. Прямое и истинное общение с американским народом одна из важнейших обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. «Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», говорится в заявлении Байдена. Пресс-секретарем Белого дома планируется назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента США Джен Дженнифер Псакии. В течение 2011-2013 годов она была пресс-секретарем президента Барака Обамы, а затем представителем Госдепа. Байден также объявил заместителя руководителя своей предвыборной кампании Кейт Бединфилд директором по коммуникациям Белого дома. Пил Тобар будет выполнять роль ее заместителя, среди других ключевых назначений. Карин Джон-Пьер, бывший политический аналитик NBC и MSNBC, старший советник Байдена и руководитель штаба его вице-президента Камалы Харрис, станет главным заместителем пресс-секретаря. Эшли Этьен, старший советник предвыборного штаба Байдена, возглавит коммуникации вице-президента Камалы Харрис. Симона Сандерс получит пост старшего советника и главного пресс-секретаря Харрис. Элизабет Александер, которая работала старшей советницей в предвыборном штабе Байдена Харрис, станет директором по коммуникациям будущей первой леди Джилл Байден.